Ученые нашли абсолютно новый способ похудения. Специалисты утверждают, что принципы похудения с подсчетом калорий устарели. Похудеть помогает увеличение потребляемых жиров. Ученые довели благоприятность низкоуглеводной диеты на организм человека и снижение массы тела. Об этом сообщает научный журнал The BMJ. Большинство диетологических исследований, направленных на похудение, считают все калории равными. Продукты разделяются по группам калорийности и суть диет заключается в том, что сжигать нужно больше, чем потреблять. Но американский эндокринолог Дэвид Людвиг со своими коллегами поставил это под сомнение. Специалист утверждает, что обращать внимание нужно на качество потребляемых калорий. Так, по мнению ученого, низкоуглеводная диета, в которой углеводы заменяются жирами, является более действенной, нежели уменьшение количества калорий. Специалисты провели исследования со взрослыми людьми, страдающими ожирением. Те, кто исключил из своего рациона углеводы и заменил их жирами, значительно ускорил обмен веществ. Спустя пять месяцев такой диеты организм сжигает на 250 калорий в день больше, чем после диеты, где много углеводов и мало жиров. Специалисты пришли к выводу, что рационы с одинаковым количеством калорий, но разным соотношением углеводов и жиров, по-разному влияют на организм и способность похудеть. Ученые подчеркивают, что речь идет о рафинированных углеводах, которые содержатся в сахаре, соках, сдубе и других хлебобулочных изделиях. Ранее специалисты нашли способ быстро похудеть во сне. Парадокс метода состоит в том, что на ночь нужно немного поесть. Также корреспондент сообщал о том, что блогер похудела на 140 килограммов и пожалела. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюзгроком.